В эфире студия «Репортер». Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. Социальная платформа «Доброе дело» в третий раз объявила конкурс «Дворики Одессы». На этот раз призовой фонд конкурса составит 300 тысяч гривен. Кто может принимать участие и как получить титул самого красивого и уютного двора Одессы, об этом нам расскажет Анатолий Кавун, автор платформы «Доброе дело». Анатолий, здравствуйте. Кто может принимать участие в этом конкурсе? Какие дворы? Куда подавать заявки? Вообще, в принципе, принимать могут участие все дворы, но учитывая, что у всех разные возможности, мы специально максимально разделили, потому что даже люди нам говорили, что вот в высотках есть такое понятие, как у СМД есть ЖЭКи. В ОСМД все-таки делаются что-то силами и ОСМД частично, а ЖЭКи – это все-таки совсем только сами жители. Поэтому у нас есть отдельная номинация и высотки по СМД, и высотки с ЖЭКами, и просто старые дворики. И для того, чтобы у людей была возможность баловаться иногда сложно, там, своими силами, только когда весь двор не хочет, и ты пока как сам вот такой вот яркий представитель двора все-таки хочешь как-то поменять их психологию, а у нас такое было, то есть варианты там просто, как, например, там «Самая красивая клумба» или там «Самая красивая клумба» или «Самая красивая клумба». Таким образом, на самом деле, в первом конкурсе, первый, кажется, дворик, который попал вот в регистрацию, это женщина, которая сказала, мне никто не верит, мне все считают сумасшедшей, у меня все равно ничего не получится, но я попробую. А что она делала? Она, это на Осипова, кажется, был дворик, она и что-то нарисовала, и какие-то растения делала. То есть она много чего делала сразу, не помню, в какой номинации она победила, но она победила, и для нее это было шоком, потому что она действительно это делала сама. Она была одна на весь двор, энтузиастка. Да, 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 и она таким образом заразила людей, что можно так, я думаю, что потом доделывали они уже вместе. И этот для нас как бы по-хорошему таки во всех проектах основной принцип не сделать здесь и сейчас, а сделать таким образом, чтобы кто-то мог продолжить. В основном почти все проекты, которые мы делаем, вот мы берем именно из этого принципа, чтобы кто-то мог сделать что-то похожее, или наша попытка при наших небольших возможностях привела к какой-то волне, которая идет вот на основе старта какого-то очередного проекта. Так, мы выяснили, что дворы и ОСМД, и ЖЭКи, и многоэтажки, и старинные одесские дворики. Как зарегистрироваться? Вот если есть желание, что для этого нужно? Очень просто. Потому что на сайте Доброе Дело есть, соответственно, проект «Дворики Одессы», туда заходите, есть отправить заявку. То есть буквально нажимаете на кнопочку, впишиваете свой e-mail, телефон и пару слов о дворике, потом связывается уже координатор, и она уже какие-то детали там еще уточняет. Достаточно одного человека, да, энтузиаста для того, чтобы поучаствовать. Вот если мой дом не хочет, а я очень хочу поучаствовать в проекте. Мы, конечно, иногда рекомендуем, чтобы несколько человек еще как бы подключить к этой идее, с той точки зрения того, что потом, когда все получится, эти люди будут носителями энтузиазма, который уже пойдет дальше. Потому что бывает, что одному человеку сложно, даже потом, вот он подключился, потом он выиграл, пришел, говорит, давайте на эти деньги что-то сделаем, а люди ничего не хотят. Конечно, как бы такое редко, но мы же часто сталкиваемся с ситуацией, когда человеку либо поставить клумбу на месте его личной машины, ну, лучше оставить машину, да, и это как бы большая проблема, и такое бывает. Нам иногда звонят, говорят, что вот, там, посадили здесь дерево, а тут какой-то живет, образно говоря, там, чиновник или кто-то, вот, срубили дерево, зато машина уже стоит. Иногда мы играемся в добрых полицейских, иногда мы играемся в злых, говорят, что мы знаем всех стрит-артовцев города, и белая машина шикарно выглядит, как полотно, как бы, то есть. Иногда просто не идем на конфликт и пытаемся людям объяснить, что, ну, нужно как-то вот, как-то, как-то жить в дружбе со своими же как-то, в общем-то, людьми. Чтобы не быть голословными, давайте расскажем о том, в какое состояние нужно привести двор, или над чем поработать, или что сделать, чтобы вот поучаствовать в проекте. Это клумба, это, не знаю, это дерево, это парковка, велопарковка, это лавочки, вот что нужно сделать? А есть такое понятие, как, ну, не знаю, можно переключиться на понятие, допустим, женщины романтики, у женщины есть такое понятие, как Дон Кихот, да, там, ну, образно говоря, да, это человек, который вот, некий образ, да, не совсем понятный, но некий образ. Романтичный образ. Да, с двориками точно так же, когда ты сначала пытаешься представить некий образ, а потом параешься во двор, ты видишь, что этот образ не накладывается, все сложно, нужно начинать с каких-то мелочей, поэтому мы и даем возможность сделать мелочи. Поэтому вот вы находитесь во дворе, видите там кусочек зеленой зоны, которая может стать красивой клумбой, отлично получилось, потому что до этого это была просто земля, там, предположим. Или увидели кусок стены, у нас, кстати, есть проект, ну, во-первых, часть, это вот рисованный забор, то есть вы можете стрит-арт, это как раздел выиграть, и если вы что-то нарисовали, то вы можете подать у нас еще один проект, который называется «Теннисный стол в каждый двор». Там вообще проект, ну, как называется, беспроигрышная лотерея, то есть если человек нарисовал минимум 6 квадратных метров в своем дворе, то он подает в проект, и раз в месяц, с октября месяца, будет разыгрываться один теннисный стол. То есть можно нарисовать что-то на стенке дома, да, можно высадить цветочки в клумбе, можно нарисовать что-то у себя в подъезде, можно вокруг входа в подъезд, можно, не знаю, кто-то фонтанчики какие-то маленькие ставил, кто-то деревья сажал, кто-то делал вообще какие-то необычные инсталляции, какую-то машинку со стеной там завязывал, как-то еще там старый, кто-то разбирал старый запорожец, насколько я знаю, превращал его в клумбу. То есть тут вопрос в том, что это фантазия, и для нас самое главное, мы говорим, говорим, что вы можете брать людей, которые вам помогут что-то сделать руками, но никто за вас не пофантазирует. То есть вы придумаете, что вы хотите, и дальше все получится. Давайте отлучим номинации, в которых можно поучаствовать. Я специально для себя их записал, потому что так мог бы забыть. То есть самый зеленый дворик 30 тысяч гривен. Ну, то, естественно, нужно высаживать зелень. Конечно. Лучший подъезд 30 тысяч гривен. Чистый, ухоженный, можно с рисунками, может с картинами. Чистый, ухоженный, ну, сложно его оценить, хотя в наше время надо чистый, ухоженный подъезд, это тоже очень важно. Лучший двор для детей. Это детская площадка своими руками, я так понимаю. Может быть детская площадка, может быть какие-то игровые элементы, может быть тоже какие-то рисунки. Может быть игрушки. Может быть какая-то резиновая зона, где можно играться. То есть это какой-то большой набор. И вот тут идет дальше. Лучший одесский дворик, как старый город, да, допустим. Это тот классический образ одесского дворика, ради которого едут туристы в город, да? Лучший одесский дворик многоэтажки, ЖЭКи, УСМД отдельно. Вот тут несложно представить, потому что дворик многоэтажки – это такое огромное пространство, продуваемое всеми ветрами, и вот какое-то такое мало, менее уютное, чем дворик одесский классический. Как его сделать таким приглядным? Вы можете зайти там в высокоэтажки, ну, в принципе, я не знаю, там, допустим, поселка Котовска. Где все в меру стандартно, какие-то скамеечки стоят, парковки заняты и так далее. А можете представить, что в этом месте где-то может половиться, ну, не обязательно прямо вот так детская площадка. Ну, там может стоять какой-то там тот же теннисный стол, там может стоять какой-то там рукоход, там может стоять еще что-то. Ну, то есть это наборы. Мы даем возможность людям с чего-то начать. То есть понятно, что иногда там ты выбираешь худший из совсем худших, да? Потом через какое-то время мы будем выбирать что-то дальше и так далее. Если за наши, ну, как бы призовые фонды люди будут вынуждены придумывать что-то делать, мы будем показывать это другим, кто-то будет повторять и так далее, это как бы старт. Понятно, что озеленить намного проще. Но вот я вчера был в дворике, который находится около Стросяной площади, так там реально двор заходишь как ботанический сад. То есть, да, я понимаю, что это не экзотические растения. Но их много. Но их очень много. Дворик маленький, по центру фонтанчик, они скамейки поставили. И учитывая, что он достаточно узкий, я не скажу, что там можно буквально с балкона через другой балкон передавать там, не знаю, палку колбасы или соль. Но перекинуть точно можно. И получается, что ты в него заходишь, и ты, в принципе, не понимаешь. То есть, я понимаю, что какое-то время назад Стросяная площадь еще была не такая, как есть. И когда ты заходил со Стросяной площади в этот двор, можно было подумать, что я попал вообще в другой мир. Разрисованная парадная, которую, кстати, разрисовали за те деньги, которые этот дворик выиграл в нашем конкурсе. О финансовой части мы еще поговорим, вернемся. Какие еще номинации мы не назвали с вами? Не назвали еще номинации, ну, наверное, как бы, можно сказать, что немаловажно. Это лучший стрит-арт, это когда действительно самый простой вариант, не можешь ничего придумать. Стены же некрасивые есть всегда. Разрисуй, да? Конечно. А можно пригласить кого-то со стороны, помощников? Не обязательно, да, это своими руками, если у тебя нет способностей к этому? Да, само собой, тем более есть талантливые ребята в городе. Самый спортивный дворик. Ну, это понятно, спортивная площадка. Конечно. Да, вот призовой фонд. И вот еще один важный, это лучший двор, по мнению участников. Это в два раза больше, чем все остальные призовые номинации. 60 тысяч гривен, насколько я знаю, получат. Это участники будут смотреть, дворы своих конкурентов. Это была моя выдумка, как бы, тем более, что здесь невозможно схимичить. Ты можешь отдать только один голос, и все. А если ты не отдаешь голос, тогда минус один балл с тебя. Поэтому голос ты отдать вынужден. И, соответственно, получается, что люди, как бы, оценивают по качеству любой другой двор, кроме своего. Давайте поговорим о финансовой части. Призовой фонд. Всех это интересует? Сколько кто получает? Сколько получает победитель в каждой номинации? И куда можно потратить деньги? Все номинации, это 30 тысяч гривен призовой фонд, кроме, самое главное, это 60 тысяч гривен. Потратить можно только на благоустройство двора, на его продолжение. То есть вы что-то начали, вы хотите закончить, и даже если вы закончили, всегда есть что-то, что вы еще не сделали. Как это будет выглядеть? То есть деньги на руки не дают жителям дома? Деньги на руки не дают. Мы стараемся, как, по крайней мере, было это два сезона предыдущих, там было немножко проще, потому что два сезона деньги давали меценаты, и поэтому была наличка, которой мы рассчитывали за какие-то сметы понятные. То есть люди говорили, вот мы решили сделать это. Кто-то там во дворе себе, на самом деле, плитку докладывал, кто-то себе во дворе ставил теннис на стол, покупали, кто-то рисовал рисунки и так далее. То есть нужно заявить, что хочется сделать и рассказать вам, да? Ну да, а мы просто эти сметы оплачивали, а потом, в принципе, проверяли, сделано, не сделано. Призовой фонд 300 тысяч гривен, деньги немаленькие, кто их дает? Ну, в этот раз мы поучаствовали в конкурсе «Citizen» городских проектов, потому что не хотим каждый год одних и тех же меценатов напрягать, дали им возможность отдохнуть и попробовали поучаствовать с городом. Выиграли, но проблема в том, что так как был слегка сдвинут конкурс, поэтому в этом году, как бы, у нас призовой фонд образовался уже в сентябре, поэтому у нас и в этом году сам по себе конкурс «Дворики», он укороченный в отличие от основных сезонов. Если в остальных сезонах нужно было что-то обязательно делать в рамках конкурса, ну, как бы, как эстафета, от старта до финиша нужно было что-то сделать, то в этом конкурсе мы дали людям отдохнуть и говорим, что давайте просто, как бы, попробуем поиграть, вы покажите, что у вас уже было сделано, и кто-то может выиграть. Поэтому тот, кто не готов сегодня по финансовым, допустим, по каким-то сложностям делать, кто-то, допустим, не верит, мы даем возможность поучаствовать всем, показать, что выиграть они все так же могут, а в следующем году опять придется стараться и делать своими руками. Но заявки еще можно оставить? Есть еще время? Заявки до 1 ноября мы принимаем. До 1 ноября принимаете. Кто оценивает «Дворики»? Журийская команда? Ну, самый главный приз – это только выбор двориков специально. Это сами же участники. Да, конечно. А все остальное мы берем, ну, как бы, пытаемся набрать максимальное количество людей, которые готовы, потому что это немалый труд, попытаться вот подумать, какому дворику, какую поценку поставить и так далее. Многие жюри говорили, мы думали, что будет легче. А кто эти люди? Ну, вы участвуете, да? Я нет. Вы не участвуете? Я принципиально не участвую. Не хотите? То есть, мне так проще, потому что, чтобы не было, может, какой-то заангажированности, хотя это пошло с того, что, в первом году сезона мой дворик принимал участие. А, вы боялись оценивать свой дворик. Я не имел права принимать это участие. А кого вы приглашаете? Это ваши друзья? И, кстати, в первом же сезоне мой двор не выиграл. То есть, да, то есть, я как бы… Резятости нет. Кого вы приглашаете стать членами жюри? Брали известных людей с точки зрения, ну, назовем их так, общественников, активистов, но есть людей, но которые… Не люди, которые там бегают просто по улицам, да, там с транспарантами, а людей, которые, ну, участвуют в проектах, которые реализованы, да, то есть, вот каких-то людей, у которых есть свои социальные проекты и понимающие, как сложно что-либо в этой жизни делать. Брали каких-то артистов, актеров, брали людей, которые имеющие отношение к дизайну, имеющих отношение к ландшафтному дизайну, имеющих на архитектуре. То есть, вот набирали какое-то количество людей, которым теоретически от профессионального понимания до активного выражения какой-то позиции интересно было принять участие в конкурс. И как это происходило? Люди ходили по дворам, ездили, оценивали? Мы собрали все фотографии, все эти фотографии были разосланы, но когда у человека возникал вопрос, и он не мог понять, как, допустим, между тебя выбрать, он мог выиграть на место и посмотреть. А так, в принципе, в комфортных условиях сидитель стоит в интернете. Ну, потому что если клумба, то клумба, ее, в принципе, конкретно видно и понятно. Ну, и напоследок, Анатолий, ваш рецепт, как выиграть в конкурсе? Вы видели, в третий раз он уже проходит, вы видели множество двориков, даже ваш принимал участие. Как выиграть? Я скажу по-другому. Я когда-то на очередном дне рождения, когда меня попросили сказать тост, я сказал, что, знаете, как бы неважно, каким вырастет ребенок, главное, чтобы он гордился вами, а вы гордились им. И примерно такая же ситуация, наверное, и с двориками. То есть мы очень часто говорим, что в нашей стране нет какого-то там порядка, там политика какая-то та, не та и так далее. То есть мы забываем про то, что наши дети живут рядом с нами и смотрят, как мы, смотря телевизор, обхаиваем все происходящее вокруг. А взять, выйти, показать им своим примером, как можно что-то сделать, и в итоге, там, не знаю, вырастить очередного, там, может быть, будущего какого-то политика, который изменит страну, допустим. И здесь, не важно что. То есть вот кем бы ни был ребенок, который рядом с вами, возможно, в будущем он будет изменять жизнь нашей страны. Но мы не показываем ему, что на уровне его двора, который сейчас для него является одной большой родиной, нужно что-то делать. Поэтому и вот как раз если мы научим их, то они будут менять дальше. Поэтому неважно, выиграли или нет, главное, начать делать. Больше энтузиастов, чем людей равнодушных. Вот вы посмотрели, как это происходит в Одессе. Потому что очень часто приписывают украинцам то, о чем вы говорили, равнодушие, все равно, что происходит вокруг. Моя хата с краю, ничего не знаю, лишь бы у меня в квартире было. Появляются энтузиасты? Их достаточно много уже? Я вам скажу вот так. Во-первых, знаете, у людей, которые выросли в СССР, которые старше меня лет на 15, есть очень какое-то там, я прошу прощения за фразу неправильно, убогое представление о жизни вокруг. То есть когда мы ездили в Америку, близкие родственники как-то сказали фразу, да что там, это же не страна, это же вот что-то там, люди друг друга не понимают и так далее. Прошло пару лет, а у нас вокруг просто ужас. А там как-то вот, ну, душевность, атмосфера и общение в десятки раз больше. Так вот, в нашей ситуации сейчас говорить о том, что у нас людей, которые готовы участвовать много, я вам скажу, нет, это крупицы. Если эти крупицы мы окончательно не затопчем в грязь, а в итоге они смогут хоть что-то сделать, наверное, у нас есть какой-то еще шанс в том, чтобы наша страна стала такой, какой она должна быть. И это не дело конкретно нашей страны, а всего постсоветского пространства. Такое ощущение, что мы как бы изгоя какого-то общества, которое выпустили из тюрьмы, и мы не можем никак войти в нормальный мир. Что ж, давайте делать свою жизнь лучше сами, начинать себя в первую очередь. У нас в гостях сегодня был Анатолий Ковун, автор платформы «Доброе дело», и говорили мы о проекте «Дворики Одессы», о том, кто может принимать участие и как получить титул самого лучшего, комфортного и красивого Одесского двора. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо.